Привет ребят! Всем привет! Мы с Настенькой пришли немножко покупаться на море, но я не купалась, так как в тот раз у меня немножко на спине, хоть здорово, зайчик, так как у меня на спине немножко такие вот ожоги, я уже три дня не купалась. Тут еще с глазом было, но в общем я так немножко берегусь. Настенька немножко сама окунулась, около часа мы тут были, так все мы идем, но были на таком плаше, где людей очень-очень много, мне так не понравилось, вообще не люблю, когда все друг на дружке сидят, лежат, то есть это все так рядом, не комфортно. И купаются прям вот человек возле человека, даже пространство такого вот, чтобы самому там поплыть, нет. Сейчас я поднимусь и вам даже покажу, насколько много людей. 32 градуса сегодня у нас, на солнце и того более, так что поэтому все забито. Так, ну что, с одышкой поднимаюсь. Ребятки, вот эта краска уж, которую я купила, да, вышла опять такая вот у меня осечечка. Ну ничего, конечно, привычно у нас 14 гривен стоила краска, осветлитель. Я там немножко корни намазала. Все дешево, тут даже краска стоит 4 евро. Это очень дорого для меня. Ну как бы это недорого, но если переводить в гривны, то дорого. Вот, мы пришли на площадку, теперь Настя после моря. Конечно, хочется ей попрыгать. Хорошо. Сейчас я вам покажу, сколько тут людей. Где тут, смотрите. Ой, это чересчур, это перебор. Так, тут не видно, да? И сейчас я вам выше, когда поднимусь, вам покажу. Вот, все сидят в воде. Все и хотят вылазить с водой. От жары. Так, вот здесь есть такая качелька. Сейчас Настюша будет наверняка оттуда, тут тенечек, хорошо. Хорошо, Настюш, тут? Да. Ой, как классно. Уже не хочется с тенечка выходить. Ой, хорошо. Пусть ребенок катается, отдыхает, а я немножко вам поснимаю. Такого вот пейзажа. И этот пляж малюсенький. Вот за вот этой вот скалой там есть еще один пляж. Там он поглупший. Вот как мне тут пляж не нравится. Мне самое больше понравился пляж, там где мы с Настенькой были, да, на столе. Ну, людей не очень много. Вообще, три человека на весь пляж. Ну, да, там в основном англоязычные. Ну, бывают испанцы, но в основном, смотрю, как англоязычные все. Вот. Сейчас вот так вот вам немножко такого обзора. А мне вот эта лавочка очень нравится. Когда тенек, очень удобно тут посидеть, подумать о чем-то. Ну, нет времени такого, чтобы сидеть и думать. Как-то время стало идти по-другому. Я не знаю, куда это время бежит. Даже, Настя, вот мы в детстве, мы не замечали, как время летит. Мне кажется, у нас лето, оно настолько долго продолжалось, три месяца. Но так это было долго. А тут просто даже дети замечают, что время летит. Все совсем по-другому. Я не знаю, что случилось с нашим миром. Вроде как что-то меняется. Хорошо, Настюша. Да? Потом пойдем на Тарзанку? Да. Ну, отлично. Так, Настюша, мы с Настюшей идем. Идем сейчас на Тарзанку. Солнце яркое. Я сейчас разверну камеру. Оставлю на золотые шутки. Накончили. Только на Тарзанке людей очень много. Смотрите. Людей сколько. Сейчас я хотела вам показать. Насколько много людей на пляже. Просто некуда лечь. И в воде их очень много. Не только вот, смотрите, лежат. Ну, просто неудобно, неуютно, некомфортно. Ждем очередь. Сейчас Настенька будет ехать на Тарзанке. Раз, два, три, все. И пойдем. Я не знаю, сюда очень хорошо выходить. Вот на прогулку это вечером. Тогда да, солнышко уже не светит. Немного ветерок прохладный. Тогда очень хорошо. Вот в такое время под кондиционером. Или в море сидеть. Но в море я вообще не могу долго на пляже находиться. Или в море сидеть. Вот я больше, наверное, домашнюю. Или посидела бы вот где-то. Не знаю, в кафешке бы посидела. Вот и Настюшка. Пришла очередь ее. Сейчас выходим с Луночками на прогулку. В общем, записались мы на стирку сегодня. В полчетвертого у нас стирка. Приготовила плащ зимний, постираю. И еще кое-что из вещей. Кондиционер работает. Но он как-то или староват. И балкон закрыла. А он все-таки не таким вот уж и холодным воздухом дует. Вот близко подхожу, все хорошо. Четко, холодно. Или он маловат все-таки на эту площадь. Но не хватает, не хватает. Кстати, сегодня мы спали с включенным кондиционером. Но не было так сильно, будет прохладно. Вот как хотелось бы. Так, нашел Луночку. Все, мы готовы с тобой. Пойдем на прогулку. Пойдем, пойдем. Это я ее уже. Так, сегодня выгуливала третий раз. Хотя сейчас только 10. Начало 11. А мы уже третий раз Лунтиком идем. Но она, как бы, по-большому не хотела. Только по-маленькой. Поэтому я думаю выгулить ее. Сейчас надо немедленно. Да, Лунась? На тебя камера не очень настраивается. Все. Кушать очень много стало. Ест, ест, ест. В сарапанчике. В днем не особо жарко. Мне еще нравится. Он такой разлетавечка немножко раздувает. И хорошо. Мы идем. Хорошо идем, да, Луночка? Ну что, мы идем с тобой, да? Так. Давай. Лунка увидела. Впереди двух собачек. Черненькая и... Ну, черненькая мальчик по-любому. Потому что я видела, как он шел в туалет. Вот эта беленькая, я не знаю, в какой масти. Лунка рвется, рвется к друзьям. Но нет, нельзя. Потому что бывает такое, что вроде как мальчик и девочка, они должны дружить, а они кидаются друг на друга. Непонятная причина. Вот. А это хвостом виляет. Увидела. Хочется до друзей. И, конечно, они же с малышом так радостно играли в детстве. Вы про малыша, кстати, и про Линду не переживайте. Они у бабушки живут. Попросить бы, конечно, чтобы Юля сняла, как они там себя чувствуют. Но Юля же не очень-то понимает, как это делается. Так бы, если бы она мне сняла бы и скинула бы мне, да, я бы вставила эти кадры и показала бы вам. Ну, тут вот было дело, вот когда посылочки коснулось, то вот я ей написала адрес, все, чтобы она пошла, отнесла нашей бабушке, как это все делается. Но она вообще проигнорировала, просмотрела и все. Пока вот Сережа не позвонил Валерия. Вот. Это брат родной Сережи, Валера. Валера, это тоже, как бы это, сын же нашей бабушки, получается. И он только тогда сам ей все объяснил, куда можно выслать посылочку, каким образом это действует. Пошли, Луночка, не надо, не надо зайчик туда к собачкам, не надо. Потому что я боюсь, что вы кидаться будете друг на трубшку. Хозяева мне всем это нравится. И получается, вот Юля ничего не понимает. Хотя можно было бы, конечно, если бы она понимала вообще хоть что-то, как это делается, снять. Мне бы прислала бы эти кадры съемочные. И я бы вставила и про малыша, и про Линдочку. Вообще было бы все здорово. И бабусю бы она бы сняла бы. Ну, нет, нет, нет. Вообще не понимает, как это все делается. Но есть такие люди, которые не понимают, что ты сделаешь. Хотя молодая девчонка, там не 32, но не понимает. Не все же такие продвинутые, в принципе, бывают. Вот рвется это мальчик, это мальчик. И вот они хотят вместе подружиться. Но нет, 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 нет. Вот Лунка как хвостом виляет, виляет, увидела, увидела. Но нельзя, нельзя. Не каждой хозяйке понравится вот это вот движение. Луна, Лун, Луна, пошли, пошли. Все? Нет, 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 они так хочется, так хочется к этому другу своему, да? Тут очень часто вот на эту площадку приходят собачки. Приходят собачки, и Лунтику очень нравится, потому что некоторые хозяева подпускают, ну просто поиграть там, да? Они там хвостами виляют друг возле дружки, но не все, но не все. Некоторым это не нравится, и они сторонятся. Думаю, то сейчас набросится, потому что собачки тут у всех в основном маленькие. Наша Лунка по сравнению с ними, она крупный пес. Мне не нравится, ребятки, грязь вот эта. Тут очень много грязи. Я не знаю, по какой причине тут ничего не убирается. Однажды я видела, ходили убирать, но почему-то не здесь. Под другими отелями все убирается, под нашим нет. Продолжение следует... Продолжение следует...